Утро. Торговый центр. Покупатели заходят за определенными товарами, но вдруг останавливаются. Внимание прохожих привлекает необычная выставка. Все изделия – ручной работы. Вот я смотрю, и мне не верится, что вот это нарисовали, которые в заключении сидят. Вообще все так хорошо, так красиво. Около 20 живописных картин, иконы, сувениры и подарки. Все это сделали осужденные из 23 колоний Приморского края. Для продажи отобрали только самое лучшее. Я считаю, это немаловажный фактор, когда осужденные ограничиваются лишением свободы и продолжают жить человеческими принципами, и именно уделяют большое внимание живописи. Подобные ярмарки сотрудники ГУФСИН устраивают каждые 3-4 месяца. Выставки длятся не больше двух дней. Но заказы на продукцию в Приморские колонии поступают регулярно. Например, в исправительном учреждении номер 41, где изготавливают деревянную мебель, в месяц осужденные получают по 200-250 тысяч заказов. Спрос как от частных лиц, так и от государственных. Вот, например, у нас здесь представлены шкатулки с тематикой Владивостока, изготовленные 41-м учреждением. Либо магниты, тоже с тематикой. По словам сотрудников ГУФСИН, в последнее время большее внимание осужденные уделяют иконописи всему, что связано с церковью. Они даже придумывают и расписывают алтарные арки. Изделия, сделанные по библейским мотивам, выставленные на ярмарке. Эту выставку можно смело назвать выставкой современного искусства. Несмотря на то, что нарды делают в колониях не один десяток лет, сегодня такая игра выглядит очень модно. Вы только посмотрите, здесь изображены Халка и Человек-пантера из популярных комиксов. Изделия хоть и примечательны своей красотой, но для самих осужденных ручная работа – это прежде всего трудовое воспитание и подготовка к освобождению. Таланты, которые открыли в себе люди за колючей проволокой, в будущем пригодятся и на свободе. Валерия Белооз, Дмитрий Сухороков, Новости на Восьмом.